Продолжение следует... Вот это название моего доклада, и по существу я буду говорить о потенциалах мозга человека, и в отличие от доклада Константина Владимировича, у меня будет сугубо практический доклад. Продолжение следует... Когда знания, которые накоплены о функционировании мозга, они транслируются, они внедряются в клиническую практику. По существу я об этом не буду говорить, и я буду рассказывать о исследованиях, которые выполнены в моей лаборатории последние 8 лет. Также мы находимся в состоянии революции, в понимании психического здоровья и психических нарушений. И раньше мы предполагали, что психические нарушения – это результат химического дисбаланса. Сейчас мы считаем, что... Во всяком случае, так можно считать, что психические нарушения – это результат нарушений в сетях головного мозга. То, о чем говорил Константин Владимирович. Когда мы говорим о нейронавуках, конечно, мы говорим о нейротехнологиях, применению к вызванным потенциалам мозга. Мы говорим о методах слепого разделения источников, которые применяются к спонтанной ЭГЭ, к когнитивно вызванным потенциалам. Мы говорим о методах создания нормативных баз данных и методах сравнения индивидуальных параметров с этими нормативными данными. И также методах создания баз данных различных психических расстройств и получения профилей для этих психических расстройств. Ну, вот здесь, может быть, не очень четко видно, но я пытался показать параметр, который мы исследуем. Это 19-канальная ЭГЭ у здорового человека. Три разных монтажа. Но не важно, важно то, что я хотел показать. По существу это вот тот сигнал, с которым мы имеем дело, ничего особенного нету, просто колебания, up and down, вверх и вниз. Но при некоторых монтажах виднее некоторые колебательные особенности. Но теперь-то мы знаем, что спонтанная ЭГЭ, она отражает механизмы саморегуляции коры головного мозга и имеет низкую диагностическую способность. Поэтому предположить, что вот изучение спонтанной ЭГЭ позволит нам дискриминировать, там, скажем, больного шизофрении от нормы, это, мне кажется, утопия. Потому что я за свою жизнь исследовал тысячи здоровых испытуемых и тысячи больных с различными нарушениями мозга. И я, конечно, смотрел и спектр мощности спонтанной ЭГЭ. Я могу сказать с уверенностью, что диагностическая ценность спонтанной ЭГЭ, она очень низкая. Но это не относится к когнитивным вызванным потенциалам, которые получаются из той же самой ЭГЭ путем осреднения. Но они отражают не механизмы корковой регуляции, а стадии переработки информации главным мозгом. И здесь я показываю, как когнитивные вызванные потенциалы получаются. То есть у вас есть одна проба, это ЭГЭ, записанная в одной пробе, во второй, в третьей и так далее. Потом вы берете много-много проб, усредняете. Вот что получается справа, что получается после усреднения. И видно, что при достаточно большом накоплении можно выделить сигнал из шума. И этот сигнал, он в общем отражает процесс переработки информации соответствующим участкам головного мозга. В нашей лаборатории была не только разработана методология анализа когнитивных вызванных потенциалов, но и собрана нормативная база, то есть около 1000 человек здоровых испытуемых. У них регистрировались ЭГЭ, вызванные потенциалы в шести различных тестах. А также база данных пациентов и пациенты, тоже более 1000 человек, разные группы пациентов, начиная с синдрома нарушения внимания с гиперактивностью и кончая посттравматическими расстройствами. Эта технология была впервые представлена на конференции в Сан-Антонио более 10 лет назад. была опубликована в более чем 100 статьях и 7 монографиях на английском, немецком, польском и русском языках. Это не переводы одной и той же книги, это разные книги. И в частности книги, которые были опубликованы Эльзавиром и Шпрингером. На этом слайде я пытаюсь представить себе основную проблему, с которой мы сталкиваемся, изучая потенциалы головного мозга. Вот здесь представлены электроды, которые регистрируют потенциалы. Здесь представлены источники, которые, в свою очередь, с разными весами генерируют потенциалы у этих электродов. И, собственно говоря, задача заключается в том, чтобы, зная вот эти потенциалы, которые регистрируются, сказать что-то о скрытых источниках. Значит, вот как эта проблема математически формулируется. Достаточно просто, то есть X это то, что мы регистрируем. S это источники, о которых мы практически ничего не знаем. А A это веса, с которыми эти источники вносят вклад в те потенциалы, которые мы регистрируем. Каждая колонка из A это топография соответствующего источника. Сумма, совокупность вот этих колонок топографии это матрица смешивания. И, на самом деле, задача с точки зрения математики, она достаточно простая. То есть нужно найти матрицу смешивания. Найдя матрицу смешивания, понятно, можно найти и обратную матрицу. И решить вот эту задачу о выделении источников. Существует, на самом деле, много методов. Эта задача называется, задача слепого выделения или разделения источников. Существует много методов, которые нам предлагают математики. Один из методов называется метод независимых компонентов. Он работает очень неплохо, но он опирается на одно предположение о том, что в источнике должны быть стационарные стахастические процессы. Но понятно, что вызванный потенциал не является таковым, не является стационарным процессом. Поэтому для его исследования необходимо использовать другие методы. Хотя вот этот метод независимых компонентов мы применяем для спонтанной ГЭ, для групповых потенциалов, спектров мощности. И он достаточно хорошо описан во многих наших работах. Значит, ну вот, для того, чтобы изучать вызванные потенциалы, когнитивные вызванные потенциалы, мы используем метод совместной дегонализации матрицкой вариации. Ну, так сказать, звучит страшно, но на самом деле ничего особенного в этом нет. То есть у вас есть совокупность потенциалов, скажем, зарегистрированных у, там, скажем, тысячи людей какого-то возраста. И, имея эти потенциалы, вы можете построить матрицы-когревационные матрицы. И эти когревационные матрицы, они являются не диагональными. То есть они являются зависимыми друг от друга. Теперь выстроить линейную комбинацию вот этих потенциалов так, чтобы когревационные матрицы были диагональными. Этот алгоритм, он, в общем, разработан. Мы его опубликовали в 2013 году совместно с Валерий Александром Пономарем, программистом и математиком в нашей лаборатории. Кстати, я тоже, в общем, по образованию физик, физик-теоретик. И моя первая диссертация была о распространении света в белых карликах. Теперь, если мы рассмотрим мозг, то мы понимаем, что он состоит из различных функциональных систем. Очень похоже на то, как это рассказывал Константин Владимирович. И здесь представлены различные системы, на которые можно выделить мозг. Это сенсорная система, аффективная система, системы памяти, система двигательного контроля и, конечно, система когнитивного контроля. Для того, чтобы исследовать каждую эту систему в отдельности, необходимо придумать какие-то специальные психологические тесты для изучения этой системы. И когда мы говорим о функциональных системах, мы говорим о функциональных нейромаркерах. И для того, чтобы эти нейромаркеры можно было бы использовать в клинической практике, они должны иметь высокую диагностическую чувствительность, высокую специфичность, быть надежными и воспроизводимыми, недорокими, неинвазивными и простыми в обращении. И, кстати, сказать, на протяжении последних 8 лет мы пытались доказать, что всеми этими свойствами обладают скрытые компоненты, процессы, связанные с событиями. Давайте в качестве такого простейшего теста я приведу этот тест, который называется Go-No-Go. Стимулы предъявляются парами, животное, 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 растение, 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 человек. Интервалы между парами секунды. И задача испытуем нажать на кнопку в ответ на пару животных. Это модельный эксперимент для изучения когнитивной системы. Вот после предъявления изображения животного на первом месте человек готовится к предъявлению второго стимула и, поскольку его доминантная модель это нажать на появление второго животного как можно быстрее, он при предъявлении второго животного нажимает на кнопку. Эта ситуация называется Go. Теперь в ситуации, когда после животного готовится воспринять животное, но вместо животного появляется изображение растения, то есть мозг должен детектировать рассогласование, детектировать конфликт и смонитарировать ситуацию и также он должен подготовить, подавить подготовленное действие. И вот детекция конфликта и подавление подготовленного действия это два когнитивных процесса, две когнитивные операции, которые рассматриваются вот в нашей области. Ну, как это выглядит? Значит, вот это вызванные потенциалы, которые усоединены по группе здоровых испытуемых. Здесь предъявление первого стимула, здесь предъявление второго. После предъявления первого стимула видно, что человек готовится. Это зеленое Go условие, красное No Go. Черное это игнорирование, так сказать, стимулы игнорируются. И видно, что когда человек готовится ко второму стимулу, возникает негативность. Эта негативность впервые была описана Грейм Олтером в 1964 году, которая называется негативностью ожидания. Олтер назвал ее Cognitive Negative Variation, Contingent Negative Variation. И также видно, что вот в ответ на Go условие возникает потенциал, который генерируется в теменных областях, а когда возникает нового условия, генерируется потенциал, который генерируется в более таких лобных отведениях. Ну, в общем-то, вот, собственно говоря, и все, что мы имеем. То есть вот удовольствие мало рассмотрения этих картинок. Но вспомните, что я сказал о том, что потенциалы состоят из большого количества потенциалов, которые генерируются в различных областях коры. Теперь давайте попробуем взять эти данные, которые у нас здесь, нормативная база, и применим вот один из методов слепого разделения источника. В частности, метод диагонализации матрисской вариации. Вот мы применили, кстати, опубликовали в 2015 году. Вот как все это выглядит. То есть вот те потенциалы, которые я показывал вначале, вот они представляют собой сумму вот этих потенциалов, каждый компонент, каждый компонент характеризуется топографией, и зеленым светом это гоу-условие, красным светом ноу-гоу-условие. То есть вот такая, значит, картинка. То есть значительно богаче, чем было до этого. Хотя вы понимаете, что иметь такую картинку тоже радости мало, потому что непонятен функциональный смысл этих компонентов. Ну вот здесь я представил по сущету ту же самую картинку, вот некоторые из компонент, которые были представлены на предыдущие, это разностные кривые, ноу-гоу-минус-гоу, а это электромагнитные томографии вот этих компонентов, где они генерируются. Дело в том, что они генерируются действительно в разных областях коры, они достаточно распределены. Сейчас генерируются в затылочной коре, в нижневисочной и так далее, и так далее. Ну, задача. Задача достаточно сложная. Определить функциональное значение тех компонент, которые мы видели с помощью вот этих методов, о которых я рассказывал. Задача нетридиальная. И для того, чтобы решить эту задачу, мы использовали несколько подходов. Первое, это мы исследовали компоненты после локальных лизисов коре головного мозга. Вы знаете, что у нас есть уникальная возможность. Мы лечим больных с апсепсинно-купульсинным синдромом с помощью деструкции передней сингулярной коры. А один из компонентов, которые мы выделили, он как раз локализован в этой передней сингулярной коре. Поэтому один из подходов было посмотреть, если мы правы, если то, что мы видим, это действительно соответствует истине, то вот что будет, если мы запишем вызванные потенциалы до операции и вызванные потенциалы после операции? Теоретический ответ должен быть один, что должен измениться, уменьшиться потенциал, который генерируется передней сингулярной коры, то есть уменьшится потенциал вот этого компонента. И так-то оно и оказалось. Я был очень доволен, когда мы это получили. Вы смотрите, здесь компонент, который генерируется в передней сингулярной коре, вот после лизиса в этой области он уменьшил, а остальные компоненты, они остались без изменения. То есть это означает, что все-таки мы на правильном пути. Но этого мало, потому что тем не менее функциональное значение компонент становится не очень понятно. Теперь второй подход. Мы предложили большой группе испытуемых выполнить нейропсихологические тесты. Они выполняли их в течение полутора дней. Из этих нейропсихологических тестов мы извлекли параметры, нейропсихологические параметры, которые имеют свое функциональное значение. И, в частности, один из параметров в литературе, который занимается нейропсихологическими исследованиями, называется параметр мониторинга. Второй параметр – это параметр энергизации или подавления действий. И оказалось, что компоненты, которые мы выделили, они селективно коррелируют с этими параметрами. То есть, вот компонент, который генерируется в передней сангулярной коре, он достаточно хорошо коррелирует с нейропсихологическим компонентом, который называется мониторинг. Это так и называется monitoring domain. Замечательно, но не коррелирует с остальными нейропсихологическими параметрами. И наоборот, тот компонент, который генерируется в дополнительной премоторной коре, он коррелирует с нейропсихологическим параметром энергизации, но не коррелирует с остальными компонентами. То есть, вот, по крайней мере, мы поняли, что есть компоненты, которые соотносятся с нейропсихологическими процессами мониторинга и подавления действий, и мы знаем, какие они. Но, опять-таки, этого мало, потому что наверняка там существует много других компонентов, которые мы плохо себе представляем. И все-таки хотелось бы подтвердить эти данные, полученные нейропсихологическими исследованиями. Поэтому мы разработали четыре различные психологические тесты, в которых меняли инструкцию, и в которых модулируются различные параметры когнитивного контроля и другие параметры психических операций, которые могут встречаться в этом тесте. То есть, мы выбрали параметры психологические операции, категоризации, сравнение со вследом в памяти, подавление действий в мониторе. Вот как они меняются от теста к тесту. У каждого этого процесса есть своя динамика, теоретическая динамика. А потом мы взяли, вот это была большая группа испытуемых, мы применили наши методы, выделили компоненты, и оказалось, что вот эти компоненты, в них амплитуда меняется в соответствии с процессами категоризации и сравнения со следом памяти. То есть, эти компоненты сенсорного плана. Дальше оказалось, что есть компоненты, которые ведут себя как процесс подавления действия. Вот это компоненты, которые связаны с подавлением действия. И есть компоненты, которые связаны с мониторингом. И вот здесь представлены компоненты, связанные с мониторингом. Ну, в общем, понятно, что мы имеем представление об этих компонентах. И следующий шаг, это, конечно, изучить, как эти компоненты меняются при различных психических заболеваниях. Я уже сказал, что в нашей лаборатории накоплена большая нормативная база у этих психических расстройств, начиная с синдромом нарушения внимания и кончая посттравматическими расстройствами. Здесь представлены две группы больных, у которых действительно есть нарушение когнитивного контроля. Это одна группа взрослые с синдромом нарушения внимания и взрослые больные с шизофренией. Вот здесь представлены исходные когнитивные вызовные потенциалы, регистрируемые в FZ, CZ, D, PZ, в электродах средней линии. И, в общем-то, видно, что, ну, когда мы говорим об этих потенциалах, народ обычно говорит о вот этой волне, это волна N2D, и об этой волне это P3D. Ну, видно, что N2D не изменена. То есть, в общем, А это в нашей литературе это связывается с процессом детекса и конфликта. Ну, и компонент P3, который связывается с процессом подавления, вот в этой парадигме он изменен количественно. То есть, он сильно изменен у больных шизофренией, но слабенько изменен у больных с цитровым нарушением внимания. Ну, вот, мне кажется, что вы понимаете, что трудно себе представить, что вот детекция конфликта у больных шизофренией не нарушена. Поэтому мы взяли и применили вот нашу методологию. И здесь, скажем, вы видите компоненты, связанные с детекцией конфликта, и уже здесь видно, что у больных шизофренией действительно детекция конфликта нарушена. Здесь черным – это здоровые испытуемые, красным – это больные с нарушением внимания, и здесь получается фиолетовый свет, больные шизофренией. Видно, что у больных шизофренией действительно вот когнитивный контроль у них нарушен достаточно сильно. Это то, что происходит при… с компонентом, связанным с подавлением действий. Ну, видно, что он изменен у обоих, в обеих группах больных, и в зависимости, в общем, количественного. Больше всего он нарушен, естественно, у больных шизофренией. Ну, у меня так особенно времени-то и не осталось, поэтому я этот слайд пропущу, который показывает, что и компоненты сенсорные, они тоже сильно изменены у больных шизофренией, но не у больных с нарушением внимания. Надо сказать, я уже сказал, что, в общем, мы живем в век трансляции, поэтому следующий шаг – это, конечно, применить эту методологию в клиническую практику. У нас есть… Мы работаем совместно со многими зарубежными коллегами в различных странах – в Швейцарии, в Норвегии, в Австралии, в Америке. И вот с нашими австралийскими коллегами мы сейчас начали… Мы получили деньги под достаточно серьезный грант, то есть мы регистрируем людей, здоровых испытуемых, которые находятся в риске по развитию шизофрении. И мы записываем вот эти когнитивные потенциалы, мы применяем нашу методологию, и мы собираемся предсказать, будет развиваться вот эта, так сказать, шизофрения данного испытуемого или нет. То есть мы уже собрали около ста человек, и сейчас эту работу мы проводим. Теперь следующий… Да, следующий проект я сейчас закончу, через буквально пять минут, если вы мне позволите. Я так понимаю, что уже почти время мое стекло, буквально две минуты. Значит, это проект следующего плана. Вы знаете, что есть заболевание, называется синдром нарушения внимания из гиперактивности, оно лечится с помощью психосимуляторов, которые блокируют обратный захват дофамина в стриатоме, это мы все знаем. И есть люди, больные с синдромом нарушения внимания, которым это помогает, есть люди, которые совершенно не отвечают на это лекарство. Где-то соотношение 60, 40, 70, 30 процентов. Вот так. И наша задача заключалась в том, чтобы предсказать, кто будет отвечать на риталин, а кто не будет отвечать на риталин. Это серьезная задача, потому что, чтобы понять, вот поможет риталин данному человеку, ему прописывают риталин, определяет дозу, и потом в течение недели, он каждый день принимает этот калий-какт, потом на основании ответов его самого, родителей и так далее, и так далее, учителей, определяется, нужен ему риталин или нет. Мы показали, что это можно сделать за один час, используя наши методологии. Вот что получилось, мы это опубликовали. Исследования мы проводили, естественно, не в России, а в Норвегии, потому что в России просто нам бы не разрешили это делать. У нас риталин, насколько я понимаю, недоступен, его не купить нигде. Вот поэтому, и вот смотрите, нон-респондус, компонент подавления, это здоровоиспытуемые, первая запись, это до, так сказать, до риталина, и второе исследование, это после того, как мы ему, один час после риталина. Но видно, что ни отличия по сравнению с нормой, ни изменения в ответе, на риталин не наблюдается. Это нон-респондус. Теперь, что происходит с респондами. Во-первых, исходно, у них этот компонент был снижен, потом, после дачи риталина, он увеличивается, и почти доходит, и доходит даже выше по амплитуде, чем в норме. и таким образом легко отличить человек, который отвечает на риталин или нет. То есть берете человека, даете ему, записываете когнитивные вызовные специалы, применяете компонентный анализ, извлекаете этот компонент, записываете второй раз, смотрите, больше или меньше, все. Или, если хотите, так сказать, удостовериться, сравниваете с нормативной базой данных. И все, больше делать ничего не надо. Значит, это исследование мы опубликовали, естественно, и сейчас мы получили в Норвегии грант, где мы используем вот эту методологию для того, для того, чтобы провести, показать, что это работает в различных центрах Норвегии. Я являюсь профессором Норвегского университета в Тронхейме и являюсь частью этого проекта, поэтому через какое-то время, мы уже начали это, через какое-то время, я думаю, что, по крайней мере, в Норвегии люди начнут использовать вот эту методологию. Значит, моя идея заключается, я же не зря начал доклад с того, что мы живем в эпоху трансляции, в декаду трансляции. Моя задача заключалась в том, чтобы показать, что действительно вот хорошее и правдивое представление о работе мозга и хорошая технология, хорошая методология, она действительно может быть внедрена в клиническую практику с достаточно большой эффективностью. Ну, я кончил, спасибо за внимание. Спасибо большое, Юрий Дмитриевич. Ух ты. Так, Константин Ильич, давайте мы сейчас предоставим, вот девушка, и там еще была рука, я видел. Так, вот микрофон здесь. Вот у меня у подруги тяжелейшая стадия ЛКР. Какие современные методы могут ей помочь, кроме комифромина, которая не помогает? Хороший вопрос. Значит, смотрите, методология, она же, так сказать, сама по себе, ну, в диагностическом плане она не очень интересна, потому что диагноз могут привести психиатры достаточно хорошо, то есть, она не является диагностической, а она является прогностической, то есть, можно сказать, какой из компонентов нарушен у данного испытуемого, и потом применить методы, так называемые нейромодуляции, для того, чтобы этот компонент изменить. В качестве метода нейромодуляции выступает биологическая обратная связь, обратная связь по энцефалограмме и магнитная стимуляция мозга и электрическая поляризация. В англоязычной литературе называется TDCS. И я знаю литературу, мы сами ОКР как таковым вот этим методом нейромодуляции не занимаемся, но мы знаем, что есть работа, которая показывает, что если вы примените методологию, похожую на то, что я сейчас представил, то можно определить ту структуру, которая задействована и ее подавить. И это делается с помощью, значит, анодная стимуляция активирует соответствующую область мозга, катодная стимуляция наоборот подавляет. В этом случае катодная стимуляция, примененная к премоторной коре, она помогает. у нас есть данные полученные на большой группе больных с компенсированным синдромом, видно, что в отличие от шизофрении, у них наоборот компонент увеличен, очень сильно увеличен в определенных областях, значит, нужно воздействовать на эти области, нужна не анодная стимуляция, которая активирует, а катодная стимуляция, это достаточно хорошо разработано, сами мы этими вещами не занимаемся, но в некоторых центрах за рубежом это делается, и по-моему, это как раз очень хороший пример, когда вот эта методология и методы нейромодуляции могут быть применены для лечения неаккурабельных болей, ну и также Deep Brain Stimulation, это тоже метод, который можно применить, я знаю, есть работа, которая, ну, я уже не говорю о том, что можно делать лизисы в передней стимуляции, я об этом не говорю, это уже, так сказать, такая... Да, конечно, просто я ждал, пока кончатся предыдущие вопросы, конечно, Александр Данилович, микрофон. Ну, это когнитивная система. Конечно. Конечно. Ну, вы знаете, я показываю конкретный пример, у нас тест был разработан для исследования когнитивных функций, не тех функций, о которых вы говорите, поэтому я по этому поводу ничего не могу сказать умного, но, в принципе, я с вами полностью согласен, да, много чего существует, и эффективные системы существуют, можно предъявлять эмоциональные, различные эмоциональные тесты, сенсорные, можно сделать этот тест с помощью звуковых символов, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, конечно, картина значительно сложнее, и мы имеем дело с моделью, мы имеем дело просто с моделью когнитивного процесса. тривиальной, простой моделью, существует много моделей этого когнитивного процесса, даже для изучения когнитивного используется много различных методов, количество парадигм, можно назвать большое количество, мы используем маленькую парадигму, гонал, и я полностью с вами согласен, что там много всего существует, нам просто этого пока недоступно. Спасибо, вот была рука Константина Вадимировича, и потом Армен. Ирмич, я хочу задать вопрос вам не как нейрофизиологу, работающему с мозгом человека, а как физику-теоретику. Ясно, что мы имеем ту возможность, которую дают нам методы, но в методах, которых мы сегодня работаем, есть порог, предел, теоретический предел, что даже если у нас есть идеальные процедуры разделения источников, проблема в том, что мы регистрируем смешанные сигналы из источника, то есть это плотно упакованная ткань, большое количество нейронов, часть из которых больше связана с дистантными в других местах, откуда мы отводим сигнал. Согласен. Вот вопрос такой, если бы мы взяли сферического коня в вакууме, представьте себе, что у вас есть череп, и у вас есть внутри сеть, и она состоит всего два примера, либо из 300 клеток, либо из 100 тысяч клеток, и вы можете регистрировать дискретные сигналы от каждого узла. И эта сеть способна к некому поведению, когнитивным вещам, категоризации, использование памяти, развлечения, детекции ошибок и так далее. Вот имея такой объект и такие сигналы, которые позволяют вам увидеть, например, что это и это клетки соседние лежащие, которые мы смешиваем в источнике, на самом деле синхронно работают с другими частями в разных функциональных системах. Вы бы что со своим опытом стали делать вот с таким объектом? То есть вот все то же самое, или бы какие-то другие подходы попробовали? Я бы, конечно, попытался воздействовать на эту систему. Воздействовать на эту систему определенным образом и посмотреть на ее реакцию. Ну, как это обычно делается в теоретической физике. Вы воздействуете на что-то и смотрите. Второй метод, который я бы взял из физики, это отбросить все ненужное, все, так сказать, вот, что мешает, так сказать, понять суть явления и сконцентрироваться только на этой суде. Это как в обычной физике делается там твердое тело, это же модель, твердая модель материальной точки, это примитивная модель, которая отбрасывает от себя все ненужное. То же самое здесь. Я бы попытался найти, что является определяющим фактором и попытался бы на этот определяющий фактор воздействовать каким-то внешним стимулом и не только внешним стимулом, попытался понять, как эта система реагирует и в зависимости от стимул. Ну, то есть, похоже на самом деле. Вызванные потенциалы, только более дискретных сетевых структур. я думаю, что, Константин Владимирович, да, я думаю, что вот это было бы нечто, чтобы я попытался сделать. Я больше хотел продолжить этот вопрос. У меня он был совершенно конкретный, потому что 300 нейронов и 100 тысяч нейронов это то, что сейчас можно регистрировать в модельных биологических объектах действительно от отдельных нейронов. В первом случае все Элеганс, во втором случае в ZebraFish оптически, то есть, вы можете зарегистрировать. Но я не думаю, что вот примитивный этот ZebraFish понимаете, вот в лаборатории Балабаном они проводились, помните, я тебе говорил, они пытались использовать микрополяризацию для на просейших и у них ничего не получилось. То есть, они поляризовали, мембрана изменилась, потенциал, потом убрали ток и все, она через какие-то миллисекунды вышла на исходное состояние, что не происходит у человека, когда сеть имеет коллективные свойства. Но 100 тысяч нейронов, я думаю, будут иметь точные. Я сомневаюсь, что 100 тысяч нейронов они обладают коллективными свойствами. Но я могу привести потом работу, когда люди регистрируют, и там есть. Я думаю, что это уже конкретный разговор. Спасибо, извините. Так, Армен Вагеннадьевич, последний, сейчас еще последний вопрос короткий. Спасибо. Когда мы регистрировали вот так называемый event-related potentials, у нас просто было по-тактильной, мы использовали обратное преобразование в фурье, это прекрасный анализ по частотам, он дает возможность вы это использовали или нет? Потому что я не увидел. Нет, в фурье преобразование ваевлетной анализы, это то, что мы делали, конечно, но те результаты, которые получены с помощью фурье-анализа и ваевлетного анализа, они являются очень относительно нестабильными, то есть вероятность очень большая между людьми, и отношение сигнала шума маленькое и диагностическая ценность вообще ничтожная. Вы знаете, обратное преобразование в фурье давало нам очень интересный эффект, это когда две структуры были связаны несколько патологически, то есть шла депривация между двумя структурами относительно количества информации, возникали очень интересные частоты, которые возможно в случае шизофрении и все такое могут помочь. Спасибо. Есть много работ, которые утверждают, что действительно можно по... Понимаете, для того, чтобы параметр мог бы использовать в клинической практике, он должен обладать следующими свойствами. У него должна быть высокая специфичность, высокая чувствительность и высокий сигнал отношения к шуму. У этих параметров это не так. Мы это делали, мы пытались это получить, да, глазом видно, что отличия есть, но когда ты смотришь на сигнал по отношению к шуму, он настолько маленький, что индивидуальные вариаблизы значительно больше, чем различия между группами. приведут на эти крики. Нет, не обычно делается не так, делается исходная РГ, к нему применяется выявляет преобразование и уже смотрится в двумерном варианте вот результаты выявляет преобразование. Я могу показать эти кривые, они у нас есть, и вы понимаете насколько это я тысячу, я видел тысячи таких картинок, я могу сказать, что нельзя по этим картинкам нельзя дискриминировать индивидуально, может быть группы можно дискриминировать, но индивидуально нет. Спасибо большое, Юрий Митриевич, поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ